И отдыхать, и оздоравливаться. У жителей поселка Разумное появилось еще одно место для семейного досуга. Сегодня там открылся Центр оздоровительного плавания. В час он готов принимать более полусотни детей и взрослых. Доступность водного спорта доказали показательные занятия по аквааэробике. Продолжит наш корреспондент Наталья Виноградова. Мальчишек и девчонок, а также их родителей. Центр оздоровительного плавания Разуминский готов принять всех. Его открытие для многих стало долгожданным подарком. Раньше для занятий плаванием приходилось ездить в областной центр. Разумном открыли бассейн, и мы сможем недалеко ходить и плавать. Давно он нужен был. Подрастает поколение, молодежь сейчас. Вообще должна развита спорт. Это самое главное. Уже ездить не будем. Теперь будем только у себя. Очень удобно. Рядом дом, и вот, пожалуйста. Особенно для детей это развитие такое. Разуминский бассейн отвечает всем современным требованиям. И расположен по соседству с физкультурно-оздоровительным комплексом. На его строительство было выделено более 100 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Хотел бы, пользуясь случаем, всех поздравить с наступающим Новым годом, Рождеством Крестовым. Пожелать вам здоровья, счастья, благополучия. Я думаю, этот объект, как и соседний физкультурно-оздоровительный комплекс, всегда будет полон. Полон детьми, взрослыми. В центре оздоровительного плавания две чаши. Одна 4 на 11 метров для деток. Вторая имеет пять дорожек по 25 метров в длину и глубиной почти в 2 метра. Много профтора, в смысле, и вода хорошая. Вода не просто хорошая. В центре оздоровительного плавания предусмотрена комплексная система фильтрации. Она включает в себя ультрафиолетовую обработку и очистку при помощи специального коагулянта. В итоге хлорирование воды будет производиться по минимуму. Посетить бассейн всей семьёй можно будет уже в праздничные выходные. С 4 января он будет работать с 3 часов дня и до 8 вечера. То, что он будет востребованным, никто не сомневается. Штат тренеров уже укомплектован. И среди них есть не только те, кто обучит плаванию, но и те, кто предложит водный фитнес или акваэробику. Наталья Виноградова, Виталий Петренко. Новости Мира Белогория.